Приветствую вас друзья! Сегодня мы продолжаем заниматься каркасной пристройкой, завариваю чаек, кофеек и приятного просмотра! Итак, за кадром ко мне приехала дорогущая стопка листов OSB 9 мм. Этими листами я по-быстренькому подшил потолок, потому что ожидал партию опилок. Осталось подшить небольшой кусок и как раз лишнее от дверного проема пойдет на этот кусок. Разметил карандашом границы проема, открутил лист и упер его на свой модифицированный верстак, на котором очень удобно и легко отрезать лишнее циркулярной пилой. Так как торцовая стена шириной 2,5 м, два листа сюда влетают прям как к себе домой, все вровень выпирает, ничего подрезать не нужно. Максимально точно выставляем изготовленный лист и прибиваем его к стенам каркаса 35 саморезиками шагом 25-30 см. После этого берем оставшийся отрезок, подгоняем его под необходимый размер и размещаем на подшивку потолка. У меня подогнать необходимый размер получилось аж с третьего раза. Далее приступаем к лицевой стороне, здесь все по той же схеме практически. Примеряем лист, прихватываем его на пару саморезиков, очерчиваем карандашом место проема и утаскиваем лист на распилочный стол. Чтобы лист не лозил по столу, прихватывал его на пару саморезиков, в принципе можно использовать и струбцины. Короткий рез делаем руками, без всяких направляющих, а вот длинный рез делаю при помощи направляющей из провила, которая похабно испортила двумя дырками под саморезы. Пилить обязательно в защитных очках, а еще лучше напялить щиток, который закрывает весь улыбальник, потому что опилки залитые клеем, достаточно убойная штука. Наружный лист здесь размещаем без особых проблем, также крепим саморезиками, а вот внутренний лист здесь не влезет по своей геометрии, потому что стена моего дома в верхней точке вываливается примерно на полтора сантиметра. Поэтому сначала от готового листа отрезаем эти лишние полтора сантиметра в косую и только после этого размечаем проем и отрезаем все лишнее для проема. Далее приступаем к монтажу листов на длинной стене, начинаем монтаж слева направо для того, чтобы лицевой угол был выполнен максимально аккуратно. Как раз на этапе обшивки ровным калиброванным листовым металлом вылазят все рукожопости, которые были допущены до этого. Поэтому я потратил не один час времени, чтобы выставить на своем каркасе все уровни, все диагонали и все размеры в идеальную геометрию. И благодаря этому мне удалось избежать каких-то крупных видимых косяков. В процессе обшивки мне привезли 30 мешков опилок. Купил я их по 50 рублей за мешок и это не самый большой ценник, я вам так скажу. Но купил я именно в мешках не потому, что я зажиточный, а потому, что мне как раз нужны мешки, чтобы я сам мог возить опилки для утепления своей пристройки. А если покупать отдельно мешки, они стоят по 20 рублей штучка. А здесь за 50 вместе с опилками меня вполне устроило. Тут же разгреб под них место и спрятало дождичка под крышу на всякий случай. Далее я изготовил все доборы стен, где-то использовал существующие обрезки, где-то выкраивал несколько доборов из одного листа и тем самым сэкономил один лист от проекта. Следующим днем вроде как дождя не обещали и я приступил к утеплению перекрытия. Первым делом убрал временную пленку, а также проверил перекрытие на прочность. А пока, конечно, уже не отпляшешь, но спокойно вполне можно двигаться. При помощи жены и веревки с крючком телепортируем все мешки на перекрытие, распределяем вес, чтобы ничего не рухнуло, не обвалилось и, соответственно, все это дело начинаем разгребать. Вполне удачно получилось рассчитать количество опилок из расчета 13 мешков на куб и, соответственно, 2,2 куба требовалось на мое перекрытие. За минусом балки перекрытия как раз около 2 кубов или 26 мешков. Так у меня в итоге и получилось, поэтому, друзья, пользуйтесь таким шаблоном для расчета необходимого количества опилок. Вариант вполне рабочий. Сами опилки оказались не лучшего качества. Мало того, что это со свежего спила, то есть нифига не сухие опилки, так еще и с кучей мусора типа коры, спилов от сучков и так далее. Было бы не лишним, конечно, протыхнуть это все через панцирную кровать, но время поджимало, поэтому от лишнего мусора, избавлялся уже в процессе засыпки. Далее приступаю к монтажу обрешетки и первым делом делаю карнизный свес на задний скат. На этой стороне особо не заморачиваюсь и не вывожу все в идеал, потому что этот скат будет разбираться и продолжаться в сторону огорода. На лицевом скате я, наоборот, максимально заморочился и около двух часов лазил с рулеткой по скату, вымерял положение первых досок, чтобы на выходе получить идеальную геометрию карниза. Твоя крыша может быть вся косая кривая и черепица это все вполне удачно скроет, но если будет кривой карнизный свес, то это сразу будет бросаться в глаза и это уже никак не исправишь. Поэтому на выставление этих первых двух досок я потратил времени примерно столько же, сколько на всю обрешетку, на всю эту крышу. Далее нарезаем в размер тряпку ветровлагозащиты, размещаем ее на скате, не доходя до карнизного свеса. Нужна она для того, чтобы лишний раз перестраховаться от возможных протечек. Далее приступаем к монтажу обрешетки. На проекте я уже выставил все размеры под мой профиль металлочерепицы и соответственно вторую доску мы крепим с зазором от первой в 10 сантиметров, а третью и последующую крепим с зазором в 20 сантиметров, тем самым угадываем в шаг металлочерепицы. Для удобства монтажа я изготовил два одинаковых бруска в необходимый размер и при помощи этих брусков все делается очень быстро и очень просто. Тряпку размещаю с достаточным нахлёстом, больше чем рекомендованные, обрешетку пока что креплю на пару саморезиков, потом за кадром, естественно, все это проколочу сотыми гвоздями, подвав каждое перекрестие. На заднем скате шаг об решетке не имеет особо никакого значения, потому что здесь будет профлист, но так как у меня уже изготовлены удобные бруски одинакового размера, делаю с таким же шагом. Субтитры создавал DimaTorzok Верхнюю коньковую тряпку размещаю поверх обрешетки, это позволяет сделать какой-никакой вент-зазор. Конечно же, без контура обрешетки этот зазор не будет работать на 100%, но это в любом случае лучше, чем полностью закрытый купол. Итак, обрешетка полностью исполнена, но металл приедет только через неделю, поэтому я занимался другими делами, которые вы могли видеть в телеграм-канале, ну, если подписаны, конечно. Также я перевесил камеру и розетку под нее на лицевой угол дома. Камера, кстати, хорошее бюджетное решение, покупал я ее за 1200 в свое время. Говорить цену сейчас не имеет смысла с такими качелями курса. Актуальную цену можно посмотреть по ссылке в описании. За эту цену мы получаем простенькое видеонаблюдение, как днем, так и ночью. У камеры есть ночное видение, не фонтан, конечно, но за такие деньги сойдет. Подключение камеры по домашнему Wi-Fi, а наблюдать можно с телефона с любого места. При этом никаких дополнительных хабов не требуется. Обзор 360 градусов, можно руками смотреть, можно настроить по датчику движения. Хреновенько, конечно, но все-таки работает. Также есть возможность записи на флешку или в облако. Облако, естественно, подписка за деньги, а флешка очень удобна и без всяких вклад. Также есть возможность записывать только моменты, в которых что-то происходит, что упрощает просмотр записи и экономит место на флешке. Сейчас я бы купил более навороченную модель, рублей за пять, но как первая камера на стройку это подходит в самый раз. Берем старенький телефон, включаем раздачу Wi-Fi и наблюдаем, что происходит на объекте, когда он еще не живой. Да и всякие жулики от одного вида наблюдения лишний раз задумаются, стоит ли посягать на чужое имущество. В общем, рекомендую со всей силы, ссылка в описании. За неимением стройматериалов этот ролик получился короче, чем обычно, но лайк все равно лишним не будет. Пока я буду заниматься монтажом этого ролика, надеюсь, ко мне приедет мой металл, и, соответственно, в следующей серии мы продолжим. Подпишитесь, чтобы не пропустить, и до новых встреч!